Дарья Сударева Дарья Сударева Дарья Сударева В Кирхе необычное для православных убранство. Ряды с лавками, белоснежные стены, витражные окна. Напротив входа располагается алтарь с елкой, свечами и столом, на котором лежит священное писание. Сегодня здесь особенная служба – рождественское богослужение. Дарья Сударева 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 О кадровом обеспечении и повышении качества медобслуживания говорил на заседании глава региона. Сергей Морозов отметил, что в следующем году начнется реализация проекта «Мобильный фельдшер», суть которого заключается в предоставлении транспорта докторам, оказывающим медицинскую помощь жителям нескольких населенных пунктов. Также глава региона подчеркнул необходимость создания летучих бригад, которые будут проводить ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности. Кроме этого, переформатирование работы требуется поликлиническому звену. Нам необходимо создать свой такой своеобразный суперсервис, доступный каждому через компьютер или телефон. Мы знаем, как это делать и уже изучили соответствующие опыты как внутри России, так и за пределами. Глава региона поздравил лучших специалистов отрасли, присвоив им почетное звание заслуженный работник здравоохранения Ульяновской области, а также вручил сертификаты на миллион земским врачам. Хороший, требовательный, ответственный главный врач. Скорее всего, поэтому я ощутил его энергию и пришел в этот город работать по программе «Женский доктор». Все поручения по итогам коллегии будут учтены. Они станут частью программ модернизации первичного звена здравоохранения Ульяновской области, по которой в период с 2020 по 2025 года планируется привести в нормативное состояние 86 объектов, где населению оказывается первичная медико-санитарная помощь. В Ульяновской области разработают единый механизм вывоза мусора с несанкционированных свалок. Такое поручение губернатор Сергей Морозов дал областному Минприроды. Глава региона акцентировал внимание, что новые предприятия по обработке отходов, которые создаются в области, должны использовать современные технологии, не причиняющие вред окружающей среде. Он также отметил, что необходимо провести мониторинг пешей доступности контейнерных площадок, а места их расположения согласовать с жителями. 2019 год был ознаменован Годом национального единства. В преддверии 2020-го пора подводить итоги. Чем занимались представители местных диаспор и что думает губернатор о межнациональных отношениях внутри региона в материале Виктории Черковой. Активисты национальных диаспор собрались на торжественном мероприятии в Карамзинском зале правительства. На заседании совета при губернаторе подвели итоги Года национального единства. Глава региона поблагодарил всех представителей этнических групп за мощный вклад в культурную жизнь нашего края. Также Сергей Морозов отметил, что в нашем регионе представители всех конфессий живут в мире и гармонии. Несмотря на поликонфессиональность и полиэтничность, у нас нет с вами конфликтов. Вы можете все это подтвердить. И это не фигура речи. Проводимая на территории региона мониторинг межэтнической ситуации не зафиксировала в 2019 году, вдумайтесь, ни одного конфликта. Чем же занимались представители местных этносов в указящем году? Руководитель общественной организации «Русский дом» Тамара Кулябина рассказала о самом важном событии в русской народной жизни. Проведен пятый всероссийский конкурс, исполнитель русской песни «Поющая Россия». Приняло семь субъектов Российской Федерации. В чем необычность этого проекта в этом году? Приняли участие почти все национальности, проживающие на территории Ульяновской области. Руководитель татарской национально-культурной автономии успел организовать множество праздников и познакомиться поближе с традициями мордовского и чуварского народов. Рамис Сафин хочет продолжить бурную деятельность в следующем году. Вот поэтому хочу. 2020 год тоже был год междунационального общения. Вот так нравится. Действительно, много грантов выиграли на это мероприятие. Издавали книги, съездили в Мордовию, Чувашию, Татарстан. Посмотрели музеи, посетили спектакли, театры посмотрели. Мероприятие завершилось церемонией награждения. Лучших народных деятелей одарили памятными подарками и благодарственными письмами. Напомним, год национального единства был объявлен только в Ульяновской области. Быть может, и остальные субъекты Российской Федерации подхватят эту добрую традицию. Виктория Черкова, Данил Сурков, Новости Уллправды ТВ. В Ульяновске выбрали самые вкусные и красивые торты. Конкурс Торт 2020 прошел в гостинице «Волга». Среди участников 11 предприятий питания. Повары-кондитеры представили на суджюри 13 своих оригинальных произведений на тему вкус гостеприимства. Нашей задачей является привлечение туризма к данным видам продукции. То есть, когда турист приезжает в город, он знает, что вот в этом именно магазине или в этом именно кафе ему могут подать торт, который является лауреатом конкурса 2020. Любой желающий мог попробовать и дать свою оценку десертом. Параллельно профессиональное жюри оценивало торты по нескольким критериям. Сочетание кондитерских компонентов, степень сложности, дизайн, оригинальность, внешний вид. Медовик. На следующем время мы сделали его в форме БПЮ специально под конкурс «Литературный город Ульяновск». Победителем конкурса стал торт родной от кофейни «Кофешоп». При зрительских симпатии достался торту медовый от ресторана «Матрешки». До Нового года осталось меньше недели, у школьников совсем скоро начнутся каникулы. Чтобы создать детям праздничное настроение, Ульяновский драматический театр приглашает всех на волшебную сказку «Спящая красавица» и зажигательную интермедию у театральной елочки. В Ульяновском драмтеатре начались новогодние представления. Юные зрители смогут увидеть уже полюбившуюся многим сказку «Спящая красавица». Для театральной сцены историю Шарли Перо пересказала одна из самых популярных авторов пьес для детей заслуженная артистка России Татьяна Уфимцева. Встреча с чудесным и таинственным в этом спектакле начнется с бала по случаю дня рождения дочери счастливой королевской четы. И все бы хорошо, да вот только злую фею на праздник позвать забыли. Злопамятная старуха наложила на принцессу страшное заклятие. Разрушить его может только настоящая любовь. В спектакле добро вступает в схватку со злом. Правда, для победы ей понадобится целых сто лет. Очень хороший спектакль, очень понравилось. Очень хорошие актеры, елка очень красивая. В этом году прям здорово, даже с маленькими пришли. Спектакль поставил на ульяновской сцене выпускник Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства молодой режиссер Антон Аконишников, художественный руководитель постановки Сергей Морозов. Сразу после спектакля юных зрителей ждет продолжение праздника. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они поют песни и танцуют вокруг театральной елочки. Дорогие друзья, дорогие наши зрители, мы приглашаем вас к нам в Ульяновский драматический театр имени Гончарова на наше новогоднее представление, которое уже началось 21 декабря и продлится до 8 января. За чудесами к нам в театр, дорогие друзья. Ждем вас! Ирина Антонова, Юрий Конихин, Новости Уллправда ТВ. 26 декабря в Ульяновской области ожидается переменная облачность. Температура воздуха понизится до минус 9. Ветер восточный 2-5 метров в секунду. Грамотный семейный совет для всех. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Улправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30. А также на информационном портале управда.ру. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok